Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War Беларусь. Я Last of War, а это карта Alpenfesting. Матификация Forgotten Hope Secret Weapon для игры Battlefield 1942. Здесь мы отправляемся в год сорок пятый и американцами будем сражаться против этих самых фашистов. Посмотрим посмотрим кого бы нам предпочесть. Танкист, ну если у нас есть танки то это неплохая идея, а если нет танков то конечно ниже среднего. У нас есть полоска ограниченная, но все-таки развернутая и мы будем наступать через реку и пытаться укрепиться в этих видимо альпах или предгорьях. Чем-то таком. Поехали. Поедем помчимся может быть если успеем. Окей, она распавнится потихоньку, а я попытаюсь куда-нибудь вклиниться. Танков у нас хватает. Я надеюсь гличить особенно мы не будем, поскольку техники здесь довольно много и я полагаю, что ее много не только у нас. Я взял свой верный Pershing и мы поедем на этом самом М26. Как-нибудь вперед. Едем, едем, едем и приближаемся куда-то. Ну я хотел бы вот эти позиции передовые захватить. Так, а можно я как-нибудь подчинюсь. Если успею конечно подчиниться, потому что мы горим, черт возьми. Мы горим. А я еще наверное и сдохнул. Но я хотел бы хотя бы чуть-чуть как-то подкрасться и подчиниться. Наши вроде подходят. Может быть я уцелею. Может быть. Но это не точно. У меня еще могут стрит-танк. Потому что враг может подойти. К сожалению. Окей. Я на автомате выстрелил. Но надеюсь дальше у нас будет продвижение более успешное. Более успешное, чем сейчас. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Потому что встретили нас конечно достойно. Я вижу какую-то табличку, которая просто висит в воздухе. Ну окей. Хорошо. Договорились. Я надеюсь, что я так же здесь не застрянул. Это было бы несколько обидно. Здесь есть где врагу спрятаться. А вот где мне спрятаться здесь нет. Хотя, по крайней мере, наличествуют снаряды. Что неплохо. Что у нас здесь? У нас здесь пехота. Окей. Это не окей. Кто там прошел? Я не совсем даже понял. Ладно. Договорились. Флаг вражеской сбили. Я не совсем уверен, как на счет пойдет всяких остальных вещей. Вопрос на 100 тысяч миллионов. А есть ли у нас еще танки? Я, может, взял бы аэроплан. Но вы сами знаете, как я летаю. А здесь еще и парашютов нет. Поэтому с приземлением могут возникнуть некоторые проблемы. А на нас уже совершают воздушные атаки. Ладно. А я тогда возьму джипчик. И мы поедем, помчимся, попробуем прорваться через первую линию. Захватить может вторую. Или третью. Или сколько там их. Наши прорываются в том направлении, на горе. А мы поедем где-нибудь здесь вокруг. И посмотрим, вообще сможем ли мы куда-нибудь доехать. Потому что место такое специфическое. И я не до конца уверен, что нас ждет что-то хорошее. Потому что выглядит как овраг. Окей. Потому что это и есть овраг. Так что это очень даже логично. Но я хотел бы во всех этих альфах. Альпах. Как-нибудь прорваться. А народ довершил то, что я начал. За что ему большое спасибо. А можно все-таки на этом вюле? Вюлесе, но не Брюсе. Как-нибудь заберусь. Вроде бы как холм такой. Не то, чтобы сильно крутой. Но хватает. А вот и враг пролетает. Который успешно добирается до нашей базы. А потом, как правило, их там со всех сбивают. Я надеюсь, что я могу чуть-чуть на эту походу. Потому что при солятом, к сожалению, воевать не очень круто. Или хотя бы куда-то прожмусь. Может быть на второй линии общественности меньше. Ну и кроме того, в ближнем бою пистолет не такая уж паршивая штука. Вроде бы. Но это не точно. Сейчас у нас будет вариант проверить. Мои некоторые убеждения. Или, вернее, предположения. Так, окей. Привет. Договорились. Хорошо. Двоих от чудакали. Так. Винтовка. Это немного получше. Ух ты. Винтовка есть не только у меня. Что у нас здесь происходит? Здесь происходят наши. Окей. Я взял наш такой вот винтовочный класс. Посмотрим, куда мы двигаемся. По всей вероятности туда, на фронт. И у нас есть танковая поддержка. Так что это, в принципе, логично. Общественность действует достаточно неплохо. А это тоже приятно видеть. По сравнению с многими модами, где, скажем так, от ботов не приходится ждать многого. Конечно, некоторые из этих танков не доживут до каких-то перспектив. Но, может быть, я кого-нибудь попрошу подвинуться немножко. В конце концов, у вас вон сколько всякого счастья. Нехорошо вас отвлекать, да, от процесса? Ладно. Значит, я остановлюсь на этом. И, может быть, прикрою их со стороны окопов. Чтобы не отсвечивать. Потому что, конечно, когда ты высовываешься, то голову-то могут и снести. Совершеннейшее без остатка. Окей. Приближаемся. Мне нужно вот сюда повернуть. И где-нибудь примерно здесь выбраться. О, да. Хорошее место. Давайте собьем сначала им спаун. Для начала. Таким вот жестом. Не очень доброй воли, но по отношению к ним-то, конечно. Какая может быть, добрая воля? А теперь можно, наверное, как-то пройти, если я смогу зацепиться за лестницу. И глянуть, что внутри происходит. Окей. Да, захватили. Хорошо. Что-то взрывается. Это, наверное, тоже хорошо. Правда, возможно, это по мне. Больше части... Ох ты, привет. Да, один лишний выстрел. Просто как-то я нервничаю, когда ко мне подходят всякие товарищи не наши. Ух ты, блин. Да, это проблема. Что я могу сделать? У меня есть гранаты. Но я не думаю, что это те гранаты, которые мне могут помочь. А-а-а... Прыгаем. И надеемся на лучшее. Ага. Ну, как минимум, один товарищ отправился к право отцам. А где там он? Где там он здесь? Тоже его отправили? Молодцы какие. Куда я иду? Куда-то. Если дойду, у меня есть сомнение на этот счет, но мы продвигаемся, и это неплохо. Цяк-цяк-цяк. А если у меня вариант подлечиться? Может быть там? Я в этом совершенно не уверен. Но это же укрепление. Я там особо не смотрел по сторонам. И зря. Потому что нет где совершеннейшее укрепляться. Здесь есть кое-какие боеприпасы, но боеприпасами же я рано свои не залечу. Эй. Привет. Кто здесь летает? Может мы для разнообразия вражины помочим? Если увидим кого? По-моему, это только враг, да? Ну, теоретически. У нас же таких самолетов нет? Вроде бы. Мод полуфантастический. Поэтому на сто-то процентов не скажешь, кому здесь чего дали. Я пытаюсь на упреждение стрелять, но возможно я переоцениваю. Переоцениваю дистанцию. Хотя он, конечно, дымится. И я, конечно, тоже мажю, что не помогает делу. Ладно. Хватит. Оу. Третье лицо от пехотной перспективы. Удивительно. Вы, батенька, переоценили свои силы, как я посмотрю. Совершеннейшее. Угу. Мне все равно, так сказать, погибать. Потому что с таким здоровьем не живут. А лечиться здесь негде. Привет. Можно вас как-нибудь... Ага. Звалим. А то вы... Идите, куда вас не просят решительно. Окей. Договорились. С этим мы не договорились, но у нас есть вроде бы какая-то... Нет, это не наша бронемашинка. Как мы? Антитанка возьмем, давайте. Ммм... Какого-нибудь. Так, есть и пехота, понятное дело. Давайте попробуем не умереть и отбить флаг. По-моему, их было двое этих засранцев. Они, может быть, по-прежнему поблизости. Да, где-то могут быть. Так. Окей. Перезаряжаемся. Как мы помним, лечиться здесь негде, так что это не совсем приятно. Мне стало подождать наше подкрепление. Но где же его возьмешь это подкрепление? Так, а у нас возобновился наш технический такой арсенал. Очень хорошо. Так что я возьму что-нибудь, что-нибудь такое хорошее, массивное и, возможно, даже угловатое. И мы попытаем удачу снова. Потому что боты, конечно, спавнятся, как обычно, на передовых позициях. Что хорошая идея, но только это не учитывает ту технику, которая находится на наших задних позициях. И здесь кто-то появляется, но недостаточно активно. А это такое есть определенно. Так, это свои. Хорошо договорились. А где не свои? Где-то на севере. Замечательно. Мы точку, конечно, потеряли, что не замечательно. Но у нас все еще есть шансы. Так что давайте займемся чем-нибудь таким хорошим. Самолет не самая большая проблема, как, по-моему, есть более знатные вещи. Так. И куда-нибудь туда. Если промажем. Договорились. И не ту кнопицу. Еще лучше. Вот так. Договорились. И поехали. Вперед, вперед, вперед. А вы, товарищ, где находитесь? На навесе. Удивительно. Ладно. Живите пока что. Меня интересует вот это счастье. Мы как-нибудь вокруг заедем. И попытаемся его отбить. Если будет возможность. Если я сам не застряну. На этих навесах, которые пониже. Через окопы проложены. Но все-таки они представляют мне некоторые потенциальные угрозы. Минус один. И возможно даже еще один. Если повезет. Захватили. Повезло. Повезло. Теперь нужно изничтожить некоторое количество наступающей пехоты. Которая пытается своими трупами, видимо, нас повергнуть. Артиллерийскую остановочку отправили на свой такой вот тот цвет. Или этот. Так. А можно мы, да, вас тоже отправим? Куда? Не будьте нас отправить куда-нибудь. Secure, да она Secure. Только не факт, что надолго. Понимаете ли? Куда ты? Куда? Куда? Пытаешься продвинуться. Я не совсем понимаю. Так. Было бы клево, чтобы у меня была какая-нибудь машинка. Вот здесь покажется, что это исполнится. Иногда. Периодически. Но пока что я просто... Привет. Привет. Где-то там. Где-то здесь. Я бы перезарядился, если бы можно было. Но нет. Не в этом тебе оружие. Действительно, помнится, были такие винтовки, которых нужно сначала все отстрелять. И только потом у тебя что-то будет хорошее. Может быть. А может и не быть. Куда ты в кого-то? Вот в того, наверное. Ну-ка, ну-ка. Прикроем нашего бойца. Чтобы его не потерять. И мы пытаемся прорываться дальше. Каким бочком, бочком от зданий. Может быть там какой-нибудь джипчик хотя бы есть. Хотя это не точно. Там появилась техника. Но я назад-то возвращаться не буду. Поэтому будем строениями как-то перебегаться. Здрасте. Как-то не очень-то точность, да? А может просто убойность на таком расстоянии, скажем прямо, не самая высокая. Так. Окей. У меня может быть есть шанс. Здесь уже есть кое-какие позиции. Правда, они вдали от каких-либо точек. Так что, насколько они имеют смысл и оправдывают свое существование? Вопрос отдельный. Ну. Я, конечно, двигаюсь, но перезаряжаюсь медленно. Слишком медленно. Все наши танки находятся по-прежнему здесь. Ну и что же. Тогда я еще раз возьму что-нибудь. Потому что иначе без танков. Мы вот так вот пехотой воем, конечно, очень клево. Но с трудом удерживаем свои позиции, которые вот то теряем, то снова завоевываем. Но сражения это так не выигрывает. 145-120 у нас шансы все еще есть. И я думаю, что я приложу все усилия. Но посмотрим, будет ли их достаточно. Вот там нас ждут новые приключения боевые. Здрасте, ребята. Как вы смотрите на перспективу быть перееханым танком? Очень хорошо или не очень? А еще меня интересует, смогу ли я... Привет. В него попасть? С одной стороны. С другой стороны заехать сюда. Ммм, по-моему, не переехал. Может, слишком медленно. Давайте повернемся и попробуем как-то вскарабкаться. Он, наверное, больше заинтересован в том, чтобы... Привет. Дальше продвинуться. А я заинтересован в том, чтобы тоже как-то пройти куда-нибудь в хорошее место, где нас не ждут. Окей. Еще окей. Прямо более, чем я предполагал. Так, вижу. Вижу, вижу. И меня тоже видят. Можно вас спросить, ребята, почему вы почти все стоите на одном месте? Особенно вот на этих склонах гор, которые мы все видим. Вы вот так вот что собираетесь вообще сделать? Чего достигнуть? Я вот, например, не понимаю. Возможно, кто-то из вас понимает. Но я как-то сомневаюсь, что в этом очень много смысла. А шансы наши на победу, они очень, я бы сказал, тонкие. И на данный момент уже относительно маловероятные. Но посмотрим. Посмотрим, чего доберемся. Если не зацепимся, если не застрянем, может быть, как-то вместе мы чего-то добьемся. Но это не наверняка. Окей. А всего-то и стоило добраться до флага, а не долбиться об камне и землю рядом с ним, но недостаточно рядом, чтобы что-то захватить. Так. Здрасте, ребята. Вам большой-больший привет. 5071. Ну что же. Счет не в нашу пользу, но есть некоторый шанс на то, что мы их завалим, удерживая вот такое вот преимущество половинчатое. Потому что тикет беден вражеский начинается, когда они теряют половину точек, что очень мило. Со стороны игры, потому что иначе ничего хорошего нам бы не грозило. А так мы еще улавим немножко с пулеметами и танковыми орудиями наперевес. Стреляем через такую подзорную трубу, в кавычках, но иначе просто прицелиться для меня несколько проблематичненько. Возможно, для вас нет, но для меня да. Поэтому воюем так. И куда-нибудь туда не? Если можно. Я думаю, можно и пулеметом, в принципе, но мы выстрелим по возможности. Так. И туда тоже еще один заряд. По-моему, там где-то была пехота. И сюда. Мы ситуацию резко изменили, потому что у врага-то тоже, в общем-то, не очень много тикетов. И это нам помогает. То есть мы не совсем зверски сливали. Мы так. Понарошку. Честное слово. Не скажу, что честное пионерское. Хотя, в принципе, скажу. У меня даже, наверное, наш белорусский глаз только старых имен остался. И то, чтобы там было много активности. Одно название, да. Но темнее. Двенадцать. Окей. Хотелось бы по картине выстрел. О. Так, хотя бы один. И побеждаем. Замечательно. Может быть, конечно, зря я не понизил сложность на 100% воевать так несколько проблематичненько, но зато у нас был очень напряженный бой. И я до последнего практически момента не мог сказать, победим мы или нет. А это не каждый раз бывает. Так что, карта насыщенная. Ей палец вверх. Кстати говоря, меня недавно в комментариях к прошлым выпускам спрашивали, а каким таким образом я умудрился запустить в HSV наш дорогой Forgotten Hope Secret Weapons Mode, который мы вот тут играем, в синглплеере. Потому что он крашится. Он действительно крашится. Но, как я говорил, во-первых, имеет смысл поставить 4-гигабайтный патч, чтобы игра могла использовать 4 гигабайта оперативной памяти, а не 2. Потому что этот мод очень так серьезно нагружает ресурсы. И, кроме того, в диспетчере задач в подробном виде назначить игру на один процессор, на одно ядро. Потому что она, конечно, новоядерность не поддерживает. И хотя обычно это не проблема, но в тяжелых модах типа этого могут быть действительно частые вылеты. Все эти вещи можно нагуглить. Но на тот случай, если вы не разбираетесь с английским языком, на котором большая часть информации доступна, вот вам советы от меня. Ну и своим мнением по поводу этого сражения и модификации вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами, выпусками в социальных сетях. С вами был Last of War с канала Last of War Беларусь. До встречи в следующий раз. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok